Сотрудники госавтоинспекции совместно с Общероссийским народным фронтом выступили в защиту людей с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на регулярные рейды и немалые штрафы, водители упорно продолжают занимать парковочные места для инвалидов. Олеся Калиниченко продолжит тему. Парковочные места для инвалидов особенно востребованы возле медучреждений. Народный фронт и госавтоинспекторы решили проверить, как соблюдаются права людей с ограниченными возможностями здоровья возле Абаканской поликлиники. Для инвалидов здесь выделено два парковочных места, и только одно из них занято по праву. Сергей Прибытков – инвалид второй группы. К врачам ездит часто, а вот паркуются возле поликлиники редко. Скажите, как часто место для вас занято на парковке? Ну, если конкретно возле данной поликлиники, зачастую, практически постоянно, можно сказать, иной раз приходится ожидать, либо переезжать во двор поликлиники, чтобы поставить транспортное средство. Неудобно, да? Да, неудобно. Нарушителя дождались. Молодому человеку выписали штраф в 5000 рублей. Спорить с госавтоинспекторами водитель не стал, просто извинился и освободил парковку. Спешил на встречу, и все. Ближайшее свободное место увидел, и машину полу. Еще увидел знак «П», но в ниже не посмотрел. Больше так не будет? Больше не буду. Виноват, виноват. Знак парковки для инвалидов действительно, возможно, не самый заметный. Но представители Народного фронта знают, как сделать его более привлекательным для невнимательных водителей. От лица Народного фронта, я так думаю, что будем обращаться сейчас к администрации города Абакана с просьбой, чтобы к этим знакам дополнительно добавили знак «Эвакуатор», чтобы можно было проще бороться с теми, кто постоянно нарушает уже неоднократно и штрафовался и так далее. То есть, ну, 5000 рублей не для всех серьезная сумма. Помимо проверки парковочных мест, представители ОНФ и ГАИ навестили самых маленьких участников дорожного движения. В Клубе инвалидов по зрению для малышей провели экспресс-урок и рассказали об элементарных правилах дорожной безопасности в зимний период. Олеся Калиниченко, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия.